Всем привет! Я Димас. Вы на канале Cooks Brother Hooks. Будем готовить для вас прекраснейшее блюдо. Будем жарить хлеб и делать из него бутерброд. Хочешь пойти в магазин, а там требует QR-код. А дома только хлеб. Кетчуп, майонез. И всё, надо делать. А есть хочется, вот тебе, пожалуйста, бутерброд. Нам понадобится тостовый хлеб. Любой, какой у вас есть. Если нет, можно использовать обычный. У нас вот нашёлся тостовый хлеб. Обычный хлеб чёрный. Такой можете и мягкий даже взять. По дубове. Масло растительное. Можете также использовать сливочное, но мы не решили её использовать. Соль. Кориандр молотый у нас будет из специй. Дера молотая. Тоже и чёрный перец вот у нас есть этот. Так что приступим к нашему приготовлению. Для этого понадобится нам что? Естественно, сковородочка. Естественно, конфорочка, которую мы включили. И сначала подготовим. Сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять. Десять тостов, пять бутербродов на пять кусочков поделим. Можете прям так нарезать вместе с корками. Мы решили срезать наши корки хлебные. Кто-нибудь съест там цыплята или кто-то ещё. Много жирности бегает у нас. Ну, наверное, да, лучше взять хлеб такой чёрствый, чтобы он, ну, срезалась корка удобнее. И всё, как бы, с мягкого будет всё сложнее. Либо нож острый нужно взять. Разрезаем на пять ровных частей. Ну, ровных, как получится. Раз, два, три, четыре, пять. Пять частей получились у нас. Такой хлеб. Такое мясо у нас будет в данный момент. Закуска, колбаса, как можно её назвать. Мы наливаем масло. Масла должно быть достаточно много. И выкладываем наш хлеб. И вот обмакиваем его сразу с одной стороны и переворачиваем на следующую. И тоже обмакиваем. И делаем так, чтобы эта часть у нас была уже масляная, чтобы удобно было, специи прилипали. Сыпем перчик. Сыпем зиру молотую. Как бы, специи можете использовать любые, какие вам нравятся. Многим там зира не нравится. Там кориандр, там подобное. Это уже на ваше усмотрение. Можете зелень сухую добавить. Чесноком натереть. Это всё зависит от ваших вкусовых предпочтений. Мы решили вот такую сделать прям. Супер пряно-ароматную. И соли, естественно, тоже надо добавить. Куда без соли? Копчёность у нас, которую бутерброд добавляли мы когда-то в своё время, пока QR-коды не вели. Они были все копчёные, вкусные, солёные. А сейчас всё. Спасибо. Кушайте хлеб с хлебом. И с другой стороны то же самое. Чуть специй сыпем. Кориандр зира. Ну, аромат пошёл. Кто любит бородинский хлеб, как бы побольше калиандра насыпьте. Там используется наша кинза, только там крупная, не молотая. Целиковая, точнее. Ну, всё, специи впитываются. Кто к специям относится хорошо, можете побольше специи досыпать. Вообще можно такой хлеб по фритюре пожарить чистым. И потом там солью тоже обмакать. Как бы он очень вкусный тоже получится. Но опять же, жирные, канцерогены, масло. Не всем полезно. Хотя, если посмотреть на наших корейских братьев, южнокорейских, там у них вся еда во фритюре. Очень много. Наверное, процентов 50 еды они едят во фритюре и жарят во фритюре всё. Ну, посмотрите, какие они толстые. Видели одного корейца хотя бы толстого? Я тоже не видел. Ну, вот, и с боков тоже немножко поджарю. Кидаем в следующие кусочки. Ну, вот, смотрите, мы обжарили чёрный хлеб. Сейчас обжаривать будем белый хлеб. Но без масла, без всего, без всяких специй. Просто, как бы, чуть подсушим его. Чуть дадим колер. Мы обжарили наш хлеб и делаем бутерброды, чтобы получиться. Так, один делаем просто. Такой бутерброд. Вот, а второй делаем китчик майонез. Вот такой тост получается. Сейчас разрежем и посмотрим, что у нас получится. Вот такой вот. Смотрите, как мясо выглядит, как будто стейк пожарили. Но это не стейк. Чёрный хлеб со специями. Вообще шикарно. Вид прям вообще котлета мясная. Так что вот такие вот бутерброды у нас. Вот сейчас будем пробовать, что у нас получится. Пару фоточек. Настал тот момент, когда мы попробуем наши супер бутерброды. Что у нас получилось. Сначала попробуем просто со специями. Чуть суховато. Но вкусно. Просто волшебно. Никогда не думал, что будет вкусным хлеб с хлебом. Как бы я ел в детстве, но забыл уже. Я ел больше вот такие вот. С кетчурнезом. Теперь прям со специями. Ой, с нашим кетчупом, майонезом. Другое дело. Замечательный бутерброд с щейком зайдет вообще на ура. Под чашечку американо. Это вот зайдет. Так что, вот такие вот несложные бутерброды. Когда дома закончилось мясо или какой-то вид копчености. Всегда можно воспользоваться черным хлебом. Сделать из нее копченость. С майонезом, кетчупом, новокузнений. Кому видео понравилось, кому не понравилось лайки, дизлайки. Первый раз на канале подписывайтесь. Обязательно, очень мы рады. Попробуй приготовить. Действительно, очень приятно. Неожиданно. Всем пока. Был Димас, Антон с вами. Вся банда. До новых встреч на канале.